Всем доброго времени суток. У меня многие спрашивают, как я выбираю едала, некоторые называют клебала у ложек. Какими инструментами? Я использую вот такую клюкацу и вот такими выдвижениями, вот такими выскребающими. Я это в общем-то и делаю. Можно делать вот такие маленькие ложечки совсем, очень удобно. Ну и различные, совсем даже вот большие. У меня даже был один из заказ, у меня 44 сантиметра была длиной ложка. Итак, выбирайте. Самое главное это все-таки полировка. Вручную полировать довольно-таки сложно и долго. Поэтому в том же интернете я увидела вот такую. Это у меня, видите, уже использованная шлифовалка. Можно так назвать. Вообще классная вещь. Во-первых, можно разные объемы делать, побольше и поменьше, разного размера. И не нужно никаких специальных каких-то подкладочек и тому подобного. Вот я, допустим, пробовала делать вот с такой насадкой, обклеивала наждачкой, вот тут я прикручивала. Ну, если честно, не ерунда получается. Вдва не очень удобно. Сама насадка, она твердая. Различные какие-то вот выемки она туда не залазит. Приходится очень долго. В общем, не ерунда поменьше. Поэтому я вот сейчас пользуюсь вот такими вот насадками. Для такой насадки нам нужны кусочки наждачки. Вот это у меня, вспомню, какой номер. Это у меня где-то, наверное, 60-80. Довольно-таки грубая наждачка. Можно сделать для полной законченной, чтобы начиная с более крупной и кончая более мелко, уже где-нибудь 120-ю или 180-ю сделать. Итак, как же сделать вот такую вот штучку? Берем обыкновенный болтик. Вот у меня он длиной достаточно. Так, 5 сантиметров. Толщина не обязательно сильно большая. Вот достаточно, как видите. Тут разницы, если честно, особой нету. Какой толщины вот этот болтик. Слишком толстый, конечно, будет не очень удобно. Вот, может, средний. Я прям пошла в магазин. Показала на тот болтик, который мне нравится. Самое главное, тут нужно, чтобы у болта была резьба от самого начала. Или до самого начала. К нему взяла две гаечки. Лучше закрепляется всё-таки. И, ой, вернее, всё время путаю, как это называется. Так, это гайки. А это шайбы, да, точно. И две шайбочки. Шайбочки, кстати, я заметила, нужны обязательно прокладки. Можно, в принципе, их вырезать и из резинки, вот как у меня, вот на этом. Видите, тут вообще самодельное. Это вот я делаю из того, что было. Это уже я покупала запчасти. Итак, берём болтик. Вернее, сначала берём наждачку. Вот прям нарываем. В основном сейчас продаётся наждачка на такой тряпичной основе. Она очень хорошо рвётся. Рвём либо квадратики, либо прямоугольнички. Сразу высчитывайте, какой длины или толщины должна быть наждачка. Потому что примерно полтора раза она уменьшается потом, затем при шлифовке. Так что размер. Ну вот, если честно, вот такой вот размер для средних ложек будет самый оптимальный. Я даже вот этой шлифовала маленькую ложечку, просто вот держала вот так вот поперёк. Вот так вот шлифовала. Так, это у меня размерчик 3,5х3,5. Можно где-то сделать 4х4. Вот как у меня тут. Видите, у меня и то сделано. Вначале у нас идут квадратики поменьше, дальше идут немножко побольше. На болтик надеваем гайку, ножиком делаем небольшую дырочку, потому что вот так вот дырявить очень долго. И одеваем вот эти вот квадратики один за другим. Вот видите, у меня тут сделано. Только обязательно смотрите, что эти квадратики были не стопочкой такой ровненько сложенной, а в разбой. Затем одеваем вторую шайбу. У меня тут выступает резиновая шайба, не знаю, что это такое, нашла в коробке. Вот у меня подошла вот такая гаечка, тоже от каких-то часов, то ли от часов, то ли от светильника, не помню от чего, крепление. Вот закрутила. Этой, в принципе, мне хватило, даже не понадобились две гаечки. Так, тут еще есть какой нюансик. Шлифовать можно шруповертом, либо дрелью. Шруповерт у меня сломался, пришлось покупать дрель. Ну, тут особого значения не имеет. Но шлифовать лучше на обратном ходе. То есть не как обычно крутит, а в обратную сторону переключаете. Вот, не знаю, как называется эта топочка, это переключатели. А чтобы крутила в обратную сторону. Почему? Почему там? Я в этом особо не разбираюсь. Когда мы шлифуем в нормальную сторону, как положено, то вот эти вот все болтики все равно откручиваются от движения. Если же мы шлифуем, движение дрели идет в обратную, в другую сторону, против часовой стрелки, то тогда все нормально, ничего не откручивается, все отлично держится. Итак, все это собрали, вставили в дрель шуруповерт, включаем и начинаем шлифовать. Вот эти вот края очень быстро обрямкиваются практически тут же и принимают вот такую округлую форму. И очень хорошо-хорошо шлифуют. Вот прям прелесть. Можно не обязательно, конечно, только ложки так шлифовать, можно и много еще чего. Допустим, какие-то различные загибы у другой посуды, у тарелок и так далее. Можно шлифовать. Итак, вот очень хороший способ. Повторюсь, что пробовала разные. Этот оказался самый лучший. Он, кстати, из самых дешевых. И вот, допустим, вот этой одной мне хватило вот на эти три ложки. Еще, причем, учитывая, что это все-таки не липая, не осиная, не мягкие породы. Вот это у меня вишня, это рябина и эта рябина тоже. Они довольно-таки твердые, поэтому нужно все-таки довольно-таки много приложить усилий для того, чтобы их сделать. Тем не менее, мне хватило вот одной такой, так называемой, шарушки. Ну, если будут какие-то вопросы, задавайте. Я, конечно, занимаюсь деревом не так давно, но кое-что могу ее подсказать. По поводу заказов для покупателей. Видите, сразу говорю, что вот эти ложки, это не продаются, они сделаны на заказ. Видите, тут надписи «На одной вкусно жить не запретишь» и «Ни в чем себе не отказывай». Это вот по желанию клиентки. Если что, обращайтесь. Я ссылки на соцсети, на свои, оставлю в описании к этому видео. Всем пока-пока и до новых встреч.